Спасибо. 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 Прежде всего, у меня была привилегия, мне не нужно было искать альтернативы, мне не нужно было искать что-то другое. Было такое чувство, что в этом богатстве Церкви, возможностях Церкви я мог найти свой дом. Я думаю, что вся моя жизнь, то есть я был таким интеллектуалом, профессором, нетипичным парижским священником Но я, как я уже говорил, что это все возможно одновременно, можно быть вовлеченным во все это Но как доктор Брайан сказал, когда мне было 15 в этом контексте, у меня был очень мощный опыт Бога Это был мимолетный опыт однажды, летом 1966 года Я ощутил, что в этом католическом мире меня призвали быть священником и служить в церкви И взяться за ту особую роль, за которую не брались большинство моих сверстников, католиков То есть обрести это призвание в церкви, служение, быть священником Но знаете, священники в католической церкви не женятся, это подразумевает целибат Это не совсем монашеская жизнь, но это жизнь в бедности, в честности, в целомудрии, в послушании И быть в мире при этом, то есть быть верным Богу, но при этом быть в мире, который вокруг нас У меня был этот простой опыт, у меня не было по-настоящему кризиса веры Я не сомневался в тех вещах, с которыми я рос Но в этот интенсивный момент все это призвало меня изменить жизнь И стать последователем Иисуса особенным образом Нужно по-разному быть католическим священником Но я думаю, для меня, возможно, из-за среды, в которой я вырос Иезуитскому образованию, как я уже сказал раньше Не стоит бояться соприкосновения веры и понимания Не нужно бояться задавать вопросы И бояться при этом потерять веру То есть не нужно быть таким, что вот ты ученый или ты благочестивый Ты преданный или профессор в университете То есть в моем призвании я мог быть священником Я при этом мог работать в школах Я чувствовал, что Бог также говорит Используй свою голову и свои мозги Изучай язык, ищи путь, не бойся того, что ты изучаешь Потому что истина — это Бог, Бог — это истина И поэтому быть ученым, получение научной степени Преподавание в университете, в колледже, в Гарварде Все это понимание я обрел в 70-е Вы можете быть священником, но каким священником? Священником-ученым И вот это произошло И как доктор Брайан сказал Почему Индия стала частью этого? Я это помню очень ярко Это был 72-й год Была конференция На тему международной работы иезуитов После Ватиканского совета, собора Мир открывался, становился одним миром И в этом контексте произошла эта конференция о том, как быть американским иезуитом и иезуитом всего мира Быть в мире и оставаться связанным с Богом И один выступающий сказал, что призвание иезуита — это иметь сердце такое же большое, как мир Не нужно ограничивать свое сердце Не ограничивать себя Думать за пределами своих границ Сочувствовать людям повсюду Пусть ваше сердце будет такое же большое, как мир И у меня была возможность Мне нужно было учить Это часть моего образования Я спросил, могу ли я отправиться в Южную Азию В 70-е Очень трудно было получить визу в Индию Я отправился в Катманду Там два года преподавал в школе И все ученики там были индусами и буддистами Но чтобы учить их, я должен был у них научиться Я должен был находиться с ними всегда Это был интернат Круглые сутки Но я должен был открыть себя им Что значит быть молодым индуистом или буддистом в 70-е в Катманду? Что это для меня означало? Я 22-летний Я с ними делю жизнь Это открыло для меня двери Конечно, ты католик, ты католический священник, ты иезуит Но все это установило между нами дружеские отношения За пределами религиозных предрассудков Мы посещали разные святые места в Катманду И я имел опыт любви, страха и радости, горя этих людей, которых я учил Это стало частью моей жизни И когда я задумался, что я должен делать как иезуит Я понял, что я должен укрепить эти связи Изучать индуизм Чтобы укрепить этот факт Что я всегда изучал Изучал свою традицию Но нужно также быть открытым И учиться традиции Индии, в частности, индуизм То есть это не пришло как какой-то великий план Это не пришло как какой-то проект большой Но я как-то дошел до этого, осознав, что все это можно совместить Католик, и священник, и интеллектуал, и обучение индуизму Все это в рамках встречи с Богом И это то, чем я пытался жить все эти годы как иезуитский священник Я думаю, что достаточно уже для начала Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне большая честь Быть вместе со всеми вами Спасибо за то, что вы с нами Спасибо, отец Клуни За то, что поделились этим прекрасным, трогательным опытом Мой опыт моего чтения и моих коротких встреч с отцом Клуни С точки зрения любой духовной традиции, любой веры, любой религии Он по-настоящему примерный святой человек Я сегодня пришел к этому выводу Спасибо, доктор Брайант За то, что вы позволили нам встретиться Я рос, как уже говорилось, в Северном Ириносе И мой подростковый возраст проходил как раз в смутные времена 60-х годов Я скажу несколько вещей Я помню, когда мне было 15 Вы прощены Когда мне было 15 Я работал на автомойке И почти все мои коллеги по работе были афроамериканцами, из гетто, в южной части Чикаго И что-то меня по-настоящему потрясло Эти люди были настолько забиты бедностью, расовой дискриминацией Практически с этим чувством безнадежности Все это привело их к алкоголизму И они зарабатывали столько же денег, сколько я после школы И они поддерживали эти деньги все свои семьи И тогда, в 60-е годы, если ты родился афроамериканцем в гетто То практически не было сомнений, что без какой-либо альтернативы ты будешь жить и умрешь в этом гетто В то же время разворачивалась Вьетнамская война И когда тебе 18, тебя призывают, чтобы ты сражался в войне, в которую не веришь Или ты сядешь в тюрьму Это были те самые реальные вопросы Мои коллеги на автомойке любили меня, я любил их И мне... Я учился тому, что Америка — это свобода для всех Но похоже Все было весьма селективно Контр-культура развернула революцию против ценностей старого поколения И кажущегося лицемерия Я был частью этого Но по мере времени я пришел к пониманию, что истинное изменение, которое должно быть, это изменение духовное Я слышал от Ганди Будь тем изменением, которое ты хочешь видеть в мире Если не будет революции против тирании, невежества, зависти, ненависти и жадности в нас самих Мы, по сути, не можем быть частью серьезных изменений в мире Я знал, что это духовно Но в то же время Я, будучи рожденным в еврейской семье Я видел, что люди ненавидели меня, прикрываясь религией и богом Просто из-за моей религии Похоже, что даже еще больше было заносчивости, зависти, ненависти и гнева Под прикрытием духовности Так к чему я должен обратиться Но читая и прибегая к своей интуиции Я глубоко верил, что суть всех этих великих духовных путей Это нечто очень красивое, гармонизирующее И может дать истинное удовлетворение, любовь и сострадание Я хотел найти это В 18-летнем возрасте я и со своим другом Мы отправились в путешествие В поиске этого духовного, этой духовной сути И в конечном итоге я оставил своего друга И, как было сказано, я решил отправиться в Индию Я путешествовал автостопом 6 месяцев из Лондона в Гималайи По дороге По-своему я встретил Бога через иудаизм, через христианство, через ислам, через буддизм, через множество ответвлений индуизма Я почувствовал очень мощный, трансформирующий жизнь, опыт через каждую из этих вер Я искал сути В 70-е годы Путешествовал по Гималаям в 70-е годы Я дал себе обет целебата и бедности как саду Как духовный искатель И в конечном итоге я пришел во Вриндаван, священное место Бхакти Бхакти — это путь предности и служения И в этом опыте во Вриндаване, это прекрасный лес на берегу реки Ямуна Я чувствовал, что мне открыли доступ в свой духовный дом Это был мой путь Я чувствовал, что я на этом пути могу встретиться с Богом Который является сутью всех религий И именно во Вриндаване я встретился с Шрилой Прабхупадой Который позднее станет моим гуру И в нем я нашел мудрость, которая, похоже, включала все, чему я научился Сострадание, его сострадание и смирение Оно глубоко тронули мое сердце Тогда у него было много последователей во многих частях мира И я помню, кто-то спросил его «Вы гуру мира?» Я встречал множество гуру, которые действительно думали, что они гуру мира Но Шрила Прабхупада опустил голову в великом смирении И сказал «Нет, я просто слуга всех Слуга каждого, вот и все» Его любовь к Богу, его сострадание ко всем Его мудрость Позволили мне соприкоснуться с Богом И я решил посвятить тебе помощи Ему Это было в 71-м году В 72-м году Община вокруг меня Побудила меня Дать обет с вами Это монашество в индуистском ордене Идея в том, что мы воздерживаемся от большой собственности, от семьи Чтобы весь мир стал нашей семьей Чтобы ничто нас не отвлекало В нашей традиции Встреча с Богом Я попытаюсь объяснить очень кратко Есть три главных аспекта Бога Первый — это Браман Вездесущий, бесформенный, имперсональный абсолют Чтобы достичь этого состояния То есть достижение этого состояния называется мукти Или освобождение Второй аспект Бога — это Параматма Господь, который пребывает в сердце каждого живого существа Он свидетель Если мы можем настроиться на Его присутствие Он является поводырем внутри нас Он является источником интуиции И третий аспект Бога — это Бхагаван Что значит высшая личность Бога Бхагаван — это значит, что Бог — высшая личность Его тела, Его личность Вечно исполнена знания и блаженства Его — это личность Является изначальным источником И тем, кто обладает бесконечной красотой Бесконечным знанием, бесконечным богатством Бесконечной славой Бесконечным отречением, смирением И в конечном итоге бесконечной милостью и любовью Иными словами, Он всепривлекающий Имя Кришна — это не сектантская концепция Это имя одного Верховного Господа Что значит всепривлекающий Он высший вседержитель и Творец всемогущий Но помимо всего этого, Он является красотой Это красота, это милость Бога Это то, благодаря чему мы можем общаться с Богом Бхагавадгита говорит, что этот Бхагаван, этот Верховный Господь Нисходит в этот мир снова и снова На протяжении тысячелетий У Него разные формы, разные имена В зависимости от времени, места и людей Он приходит, чтобы донести тоже к сущности послания Как очистить наши сердца И как разбудить ту любовь, которая у нас есть к Нему И быть инструментом Его сострадания Во всем, что мы делаем Во всем, что мы говорим Сарва-карана-карана Сарва-карана-карана Этот Бог Высшая истина И является источником всего В Бхагавадгите Кришна говорит Что Я источник света Света солнца, света луны Вкуса воды Всех талантов Мужчин и женщин Я источник всего разума И в этом Кришна объясняет Как мы можем встречать Его Как Отец Клуни объяснял Через природу в нас самих И в каждой ситуации Когда мы видим солнце Мы понимаем, что это милость Бога Которая дает нам свет солнца Это милость Бога Дает нам нашу пищу Дает нам силу Размышлять, двигаться И получать этот опыт Однажды Шрила Прабхупада сказал Когда его спросили Как видеть Бога во всем И он показал на свои очки Что вы думаете, когда смотрите на эти очки? Предный сказал Я думаю Это очки моего гуру Прабхупады То есть ты видишь меня в этих очках И что происходит, когда ты видишь очки? Человек сказал Когда я думаю о вас Я испытываю благодарность Он сказал Все есть собственность Бога Именно так мы все должны рассматривать Однажды он гулял в Калифорнии Вдоль Тихого океана И прекрасный закат начался Он сказал Разве не прекрасно это солнце? Этот закат Он сказал Если вы видите, что это прекрасное искусство Вы должны также видеть и художника Это лишь искра Его таланта, этого художника Иными словами, мы можем встретить Бога В зависимости от духовного уровня нашего опыта Когда мы сознаем присутствие Бога Внутри нас, в других В мире Есть прекрасный стих в Гите Видя Авиная Сампанэ Брама Нигави Хастини Он означает Что по-настоящему ученый человек Это тот, кто смотрит одинаково на каждого Несмотря на религию, на цвет кожи Несмотря на пол Или даже вид жизни Мы видим, что жизнь священна Там, где есть жизнь Там частица Бога В нашей традиции есть прекрасный стих Любой к Богу Живет в сердце каждого живого существа Все привлекающие Кришна находятся в сердце каждого живого существа И цель духовности Цель религии Это очистить наши сердца И действительно Воссоединиться с нашей сутью С нашей сущностью Этой любви И в той мере, в какой мы Восстановим нашу духовную практику Наши качества Качества жизни До той степени Мы по-настоящему почувствуем Эту бесконечную любовь Бога к нам И мы, естественно, будем отвечать взаимностью Нашей любовью Нашей благодарностью И это выражается Через бхакти Или через севу Через служение Мой гуру говорил Не пытайтесь Увидеть Кришну Пытайтесь служить Кришне С такой любовью Чтобы он захотел Чтобы он был рад увидеть вас Спасибо вам большое Мы можем сейчас начать С вопросов Я задам первые вопросы Тем временем, может быть, кто-то соберет вопросы Я хотел бы Попросить наших двух рассказчиков Рассказать что-нибудь О том Как вы Встретили Бога В своих традициях Отец Клуни Один текст В традиции Шива Шнавов Говорит Там есть отрывок Что освобожденная душа Достигает Бога Там видит трон Бога И это звучит Как из Ветхого Завета Затем Конечно На троне Сидит Четырех руки Вишну Мой вопрос Как далеко вы заходите В своих изучениях Насколько вы встречаете Этого Бога В Шива Шнава Традиции Особенно И где вы Проводите границы Где чувствительность Христианства Не позволяет Пересекать эту черту Каким образом вы Встречаете Бога В христианской традиции Поскольку вы Изудейской традиции Это вопрос уже Крадонат Хисвами Что вы там Находите Чего не находите Это вопрос К обоим Из вас Если широко это Рассматривать А также Личным опытом Поделиться Опять же Я думаю Что католическая традиция К которой я принадлежу По крайней мере Видит себя Как Всегда Ту Которая учится За пределами себя Я думаю Что сегодня Мы знаем Но и раньше То есть Вы не можете Быть христианином Пока Нет каких-то Иудейских Корней Не может быть Христианства Без иудейской Традиции Греческий мир Латинский мир Это огромный Комплекс Так называемые Языческой культуры Это то Где церковь Расцветала Новый завет Слова Иисуса Были с самого начала На греческом Не на Еврите Но Это все переводится То есть Это серьезная задача Для интеллектуала И когда ты Выходишь За пределы Зоны комфорта И учишься У других Я думаю С одной стороны Это Мощная мотивация Для интеллектуала Познания Я думаю Что традиция В которой я вырос Католическая Никогда не боялась Этих вопросов Всегда училась Великие мастера Католические традиции Изучали Аристотеля и Платона В средние века Мир науки Мир эволюции Мир культуры Церковь часто Это отталкивала Но я думаю Что Все это Так или иначе Часть того Чем мы являемся Также Церковь Миссия церкви В мире Из Иерусалима Из Палестина Через Средиземное море Первые христиане Отправлялись В Индию Через часть Азии Пошел к лупти В Китай Моей иезуитской традиции Которая началась В 1542 году Первый иезуит Фрэнсис Ксавьер Отправился в Индию Невозможно проповедовать Евангелие Пока вы не знаете людей Которым проповедуете Нужно Учить китайский Томильский Разные Языки Если вы хотите что-то донести То нужно Учиться И когда я отправился В Катманду В 1973 году Это была последняя волна Того, что Запад Двигался В мир Это было Частью миссии Частью Иезуитской школы В Катманду Это было Образовательное учреждение В котором учились И вопросы задавали Разные И в этом контексте Я впервые Встретился с индуистской традицией Я помню очень хорошо Как я слушал Баджаны, Рамы и Ситы Которые пели Мальчики в школе Я помню Впервые услышал О Саи Бабе И получил От одного из Студентов В Яббутии Я до сих пор Храню это в своем офисе Я слышал истории О Раме Кришне Я люблю его Как индивидуума Благодаря Его страстной преданности Матери Кали То есть в том смысле Что все дается тебе Если ты Любишь Ту Которая является Твоей матерью И все это Говорил мне сразу Если я христианин Для которого Иисус является Центром реальности Это может показаться Противоречием Но это Очень симметрично Или гармонично С тем Что Раме Кришна Любит свою мать Или Рамы и Сита И преданностью Ханумана К ним Когда я это пытался Сопоставить интеллектуально Это было на одном Уровне Я учился Как можно Больше То есть я изучал Пурма и Мимамсу Ритуальную традицию Конечно Она не Является Преданностью Ну так или иначе Любые границы Можно перейти Вы Становитесь Гораздо лучшим Католиком Если вы понимаете Эту интеллектуальную традицию Целиком Я Читал Гитта Учил Гитте В Катманду Через разные Через разные истории И прекрасную Поэзию Южной Индии Традицию Альваров Я осознал Что здесь тоже На сто процентов Любовь Никому К другому Кроме Нарайане Или Лакшми Нарайане Кришне Если вы Если вы полностью Посвящаете себя Этой любви Вы видите Весь мир Вокруг себя Я как католический теолог Будучи индологом Частью Отчасти Я вижу Что вы должны Открывать двери Вы должны Задавать вопросы Вам нужно Учиться Гораздо большему Чем вы можете Переварить И Поскольку я люблю Я стою в своей традиции Я изучаю Другие традиции И делаю их Частью своей И тогда происходит Непредсказуемые комбинации Когда Вы видите В этом смысл Особенно Для меня В очнацкой традиции Также Уже говорилось О книге Которую Я заканчиваю Читая Песню Песен От этих Средневековых Христианских Комментаторов Что меня В них Привлекло Это Чувство Брошенности Чувство разлуки Молодой женщины В этой песне Без компромиссов Иисус Это возлюбленный Иисус Это жених И это Открывает лишь двери А не закрывает их Когда читаешь Поэзию Альваров И осознаешь Что это Молодая женщина Которая Жаждет Кришну Не хочет ничего Кроме Кришны И это Резонирует С католической Традицией И затем Какие вопросы Возникают И как можно Об этом написать Это уже Другой вопрос Прекрасно Спасибо Когда мне было 19 В своем путешествии Величайшая Духовная Трансформация Которую я Испытал До того Времени Произошла В прекрасном Соборе В католической церкви Во Флоренции В Италии Когда я молился И медитировал Перед Господом Иисусом На алтаре Я испытал Нечто Изменившее Мою жизнь Я пытался Это описать В своей книге Путешествие Домой И тогда В тот момент Я решил Что я посвящу Свою жизнь Исключительно Этому Духовному Поиску И милость Не зашла На меня В этом Прекрасном Соборе Который Питает Меня И Дает силы Определенным Образом До сего дня Я посещал Множество Монастырей В Италии Учился У монахов У священников Когда я был В Индии В Калькутте У меня Произошла Прекрасная Встреча С матерью Терезой Я помню Она Сказала Мне нечто Что я Ношу В своем Сердце Каждый День Как Вселенский Универсальный Принцип Которым Я пытаюсь Следовать Она сказала Проблема В мире Это голод Но Не голод Желудка Его Можно Удовлетворить Пищей Но Голод Сердца И этот Голод Сердца Можно Утолить Только Любовью Любовью К Богу И в этой Любви К Богу Мы можем Любить Всех Первая Великая Заповедь Возлюби Бога Своим Сердцем Умом И душой И естественным Последствием Этого Следствием Этого Когда Вы любите Ближнего И все Наши Ближние Я помню Когда я жил Во Вриндаване Я посвятил Свою жизнь Этому пути Бхакти Однажды Это было Поздним Утром Я Представляю Это Как будто Это происходит Прямо сейчас Я сидел На берегу Ямуны Я повторял Имена Кришны И Радхи Радха Это женский Аспект Высшей Истины Во Вриндаване Это то Что меня очаровало По-настоящему Что Бог Одновременно И мужчина И женщина Радха Кришна И Радха Являются Источником Всей Милости И Когда я медитировал Таким образом Очень Традиционный Ученый Бабаджи Святой В длинных Одеяниях Он Был Именно Тем Кто Очень Хорошо Подходил Для Вриндавана Как Святой И он Сел Рядом Со мной И мы Где-то Час Говорили О сокровенных Лилах Радхи Кришны Сокровенных Эзотерических Философских Историях Нашей Традиции Это Было Очень Просветляюще Он Был Наполнен Любовью И затем Он ушел Прежде чем уйти Он дал мне Сложенный Листочек Бумаги Он сказал Это Помогло мне Проникнуть Очень глубоко В мою Любовь К Радхи Кришне Пожалуйста Сохрани Это И читай И он ушел Я открыл И это Были Молитвы Святого Франциска Ассисского Мой дорогой Господь Позволь мне Быть инструментом Твоего мира Я читал Я помню Как я плакал Да Есть люди Которые Очень глубоки В своей традиции Они не просто Терпят Другие веры Они не только Ценят Их Но Они Действительно Глубоко Погружаются Чтобы Улучшить Собственный Духовный опыт Через Осознание Других Религий И особенно Это было Частью Всегда Моей жизни В связи С христианством Итак Первый вопрос Обоим из вас Вопрос Почему Миссионеры Хотят Обращать Разные традиции В свою То есть Это обе Миссионерские традиции Харе Кришна И у христианства Есть история Миссионерства Почему Вашей традиции Есть такой импульс Обращать Других Вопрос Крадонадхисвами Тот же вопрос Задали Моему гуру Шилиппаде Прямо здесь В Нью-Йорке Я думаю Это было Где-то В 66 Году Они Спросили С вами Зачем Зачем Вы приехали В Америку У нас Есть своя Религия И Шилиппаде Ответ Я Я приехал Не для того Чтобы обращать А чтобы Просвещать Чтобы помочь И напомнить вам О том Что у нас внутри Великое сокровище Любви к Богу Оно внутри нас И мир Так нуждается В этом И он Также Объяснил Что Мой успех Не в том Чтобы только Побудить людей Любить Кришну Согласно Моей традиции Но если Я смогу Помочь Иудею Или христианину Или мусульманину Или джанисту Или сикху Действительно Быть Еще более Глубоким Любящим Бога В своей традиции Он сказал Тогда Я Я признаю Что я Совершил Своё служение Так что Это естественно Мы хотим Чтобы наши Собственные семьи Расширялись Но в то же время Очень важно Чтобы это делалось С честью С уважением Это принцип Вайшнавов Аманина Амана Дена Не ожидать Почести В свой адрес Но Горячо Желать Почитать Других И когда Есть этот баланс Тогда наша Миссионерская Деятельность Может Иметь Очень мощный Эффект И Дать нам Доступ К очень Мощной Милости Бога Это конечно же Большой Трудный вопрос Я думаю Мы можем Принять за собой Соборазумеющийся Сама Щекотливая Природа Этого вопроса Что Между религиями Возникают проблемы Особенно Христианские Миссионеры Часто например В Индии Вызвало Большие беспокойства И нужно также Признать Что иногда Это связано С политикой Колониализмом Империализмом Нельзя сказать Что это чисто Духовные вещи В христианском Контексте Это Невозможно Потому что Там много Других факторов Влияют И также Я признаю И замечаю Что некоторые Христианские Общины Не занимаются Миссионерством Некоторые Например Православные На Востоке У них нет Импульса Идти проповедовать Обращать Я думаю Что в этом контексте Люди часто Указывают На несколько причин Во-первых Это Заповеди Иисуса Я истинный Свет И нет другого пути Кроме как Через меня И нужно Проповедовать Евангелие Всем нациям Некоторые Считают Что изначальная Деятельность Иисуса В Палестине В очень маленьком районе То есть Первые Христианские Общины Они считали Что это для всех И в этом смысле Был такой импульс Проповедовать Хотя мы знаем Что из проповеди Самого Иисуса Очень часто Он Общался с людьми Он оказывал Глубокое влияние На их жизнь Но он не просил Становиться Последователями Не просил Их Оставить Свои собственные Традиции Самаритяне Римские Солдаты Он Относился К ним Так Что пусть Они будут Теми Кем они Есть То есть Это такое Двойное Послание То есть В ранней церкви Это можно найти В писаниях Но когда это становится Такой Спокулятивной Темой С одной стороны Я думаю Что это Связано с Теорией Спасения Что если Это так Что Иисус Так любил мир Что он умер На кресте То это Путь к спасению И никак Иначе не спастись И некоторые Ранние Иезуиты Они очень верили Что если Люди Азии Не достигнут То есть Они не достигнут Спасения Если Их не спасет Кровь Иисуса И можно Оказаться Что они Навязывали Другим культурам Но Это делалось Состраданием Желанием Спасти Как можно Больше Людей Были и другие Теории 19-20 века Теории цивилизации Чтобы довести Люди до Человечества Некую Христианскую Модель Создать Такие вещи Приходят И уходят Я думаю Что Сегодня Некоторые Миссионеры Некоторые Действительно Назойливые Навязчивые Не знают О чем говорят И склонны Быть оскорбительными К культурам Куда они идут Другие Могут Просто говорить Это так прекрасно Так могущественно Это так изменило Моя жизнь Я хочу поделиться Этим с вами Я думаю Что пока Как с вами Сказал Если Это не связано С какой-то там Потребностью Завлечь в свою общину Если человек Просто делится Тем К чему он Неравнодушен С другими Это может быть Прекрасным Даже если это Называется Миссионерством Иногда Пути Господни Кажутся Очень далекими Непрактическими С современной Точки зрения То есть Насколько важно Буквально Понимать Ваши традиции Как например Ну и в христианстве Есть и истории Кришны Некоторых демонов Он убил Это Люди некоторые Будут воспринимать Как мифологию Насколько важно Буквальное Понимание Писаний То есть Насколько важно Понимать Буквально А не давать Какие-то Собственные Толкования Это Сложные вопросы Я думаю На одном уровне Прежде всего Нужно признать Если придерживаться Библейской Традиции Есть Очень много Образов Бога Если читать Книгу Ветхого Завета Нового Завета Есть много Разных Образов И я думаю Что отчасти Это Ну Для каких-то Людей Что-то Подходит Для каких-то Других Подходит Другое Бог Брат Бог Спаситель Бог Тот Кто Кормит Других Это Разные Для разных Людей Разные Образы Бога И Нельзя Говорить Что Если Ты Не Любишь Этот Образ Ты Не Один Из Нельзя И Также В Средневековой Традиции Христианских Комментаторов Была Приверженность Буквальному Смыслу Что Нужно Очень Буквально Все Воспринимать И серьезно И поэтому Этот Случай Когда Море Разверзлось Иисус Иисус Новин Восстановил Солнце В небе Чтобы Битва Закончилась Нужно Говорить Иметь дело С тем Что Текст Говорит Но Если Восстанавливаетесь На этом То Не имеет Смысла Кто В этом Поверит Буквальное Значение Открывает Двери К Какому-то Моральному Значению Этическому Значению Затерическому Значению Если Почитать Ранние Комментарии Отцов Церкви Греческого Мира Они говорят Что Буквально Значение Такое И тем Не менее Для нас В наше Время В нашем Месте Это Становится Метафорой Бог Создал Что-то Из Ничего Я был Ничем Бог Сделал Мне Чем-то А То есть Мне У меня Были Препятствия Бог Разверз Это Море Передо Мною Чтобы Я Прошел Я Был Голодным И Иисус Накормил Меня То есть Это Некая Игра Многочисленных Образов Но Мы Не Живем В Эпоху Чудес Мы Не Верим В Чудеса И Тем Не Менее Где-то Внутри Нас Могут Случиться Вещи Которые Не Имеют Казалось Явственной Причины То Это Очень Сложный Процесс Но Я думаю Что Это Говорит Нам Что Мы Во-первых Должны Воспринимать Это Всерьез Во-вторых Использовать Свои способности И рациональный Разум Чтобы Обрести Эти Возможности Удивительно Спасибо Вам Все Что Я могу Это Сказать То же Самое Но Своим Я Помню Что Мне Тоже Было Сложно Это Понять Будь Это Ветхий Завет Или Новый Завет Или История О Кришне Общим Бхагаватам Махабарате Там Происходят Довольно Фантастические Вещи И Как мы Должны Это Воспринимать Как Нечто Как Как Это Исторические События Или Как Некий Символизм Который Учит Нас Каким Уроком Я Нашел Среди Не Только Людей С Которыми Я Встречался Которые Были Глубоким Воплощением Любви Предности Сострадания Но Также Я Видел Целую Историю Таких Людей Которые Воспринимали Эти Истории Как Историю Как То Что Действительно Происходило И Через Общение С этими Людьми В Настоящем И В Прошлом Я Развил Постепенно Более глубокое Понимание Того Кто Такой Бог И На Что Он Способен Мы Видим Что Бог Или В нашей Традиции Кришна У Него Есть Солнце И Все Планеты С Их Орбитами У Него Есть Эти Огромные Облака С Миллионами Литров Воды Которые Плывут По Небу Это Потрясающие Чудесные События Они происходят Вокруг нас Постоянно Но поскольку Это происходит Постоянно Мы воспринимаем Это Как само собой Разумеющиеся То есть Если Это Абсолютная Личность Может Сделать Это Все В Своем Творении Если Он Захочет Явиться В Этот Мир Бог Может Створить Чудеса Потрясающие Чудеса Вот Почему Он Приходит Чтобы Явить Богатство Чтобы Привлечь Нас Снова Чтобы Мы могли Любить И служить Ему И в то же Время Эти Повествования Действительно Несут Себе Метафорические Символические Уроки Которым Мы можем Учиться И в зависимости От нашего Уровня Осознания Я думаю Мы должны Очень радоваться Если Человек Даже Пусть Воспринимает Это Как Некий Символизм Но Он Учится Каким-то Священным Уроком Если В результате Этого Он Учится Как жить С достоинством С хорошими Качествами С преданностью Постепенно Он Учится Любить Бога Учится Любить Бога То Тогда По милости Бога Мы Можем Понять Что Бог Может Совершать Эти чудеса И Он Совершал Их Вы Оба Представляете Древние Религиозные Традиции Сегодня Многие люди Видят Лицемерие В религии И считают Себя Духовными Но Нерелигиозными То есть Некая Анти Организационная Тенденция Среди Духовных Искателей Вы могли бы Немного Поговорить Об этом Напряжении Между Религией И Духовностью Или Вы не Видите Напряжение Этого Я вижу Столько Напряжений На санскрите Есть фраза Сараграхи Что Истинный Религиозный Или Духовный Человек Это тот Кто Ищет Суть И Все Разные Институциональные Правила Законы И разные Ритуалы Которые Отвечаются В зависимости От религии От места Обстоятельств Людей Все Это предназначено Для того Чтобы Соединить Нас С этой Божественностью С этой Милостью В наших Сердцах И помочь Нам быть Инструментом Этой Милости Санскритское Слово Йога Значит Воссоединяться Религия Религия Насколько я знаю Это греческое Слово Это Образуется От греческого Слова Религио Что значит Связывать Снова Восстанавливать Нашу связь С Ишварой С Господом Внутри Нас И за пределами И повсюду В конечном итоге Так что Иногда Религия Определяется Как Некие Организационные Ритуалистические Практики В которых Есть Тенденция Разделять Нас А Духовность Это Более Внутренний Опыт Но В действительности Истинная Религия Истинная Духовность Это Практиковать Наши ритуалы Практиковать Наши медитации Практиковать Нашу традицию Мы повторяем Имена Бога Как главный способ Воссоединения с Ним Когда мы видим Это как Искание сути Когда мы ищем Суть Мы можем действительно Ощутить Вот эту Объединяющую Гармонизирующую Истину Это То Что Действительно Объединяет Нас Вместе Как Это Как Ниточка Которая Соединяет Вместе Цветы В гирлянде Думаю Первое Что Можно Сказать Очевидно Мы живем В эпоху Когда Принадлежать К чему-то Очень сложно В одной книге Написано Как Даже В обычных Организациях Там В каких-то Лигах Они Разваливаются Люди Склонны Они проверяют Свой телефон Но Они Не носят Кепку С символом Какой-то Не хотят Быть Частью Группы Какой-то Мы дети 60-х Но С 60-х Лет Вот это Чувство Что Не только Церкви И храмы Мы считаем Что Нас Подвели Социальные Организации Университеты И правительства И так далее Мы знаем Об этом И газеты Постоянно Говорят о лицемерии О разных скрытых Скандалах О разной Коррупции Когда Допустим Что-то одно Говорится Делается Что-то другое Посмотрите На политические Компании Все Как разговоры Они Ни к чему Не ведут И вот В этой атмосфере Как Например Католическая Церковь Уже готова Готовиться к тому Что ее просто Снизвергнут И то есть Каждая неделя Почти В газетах Печатают О каком-то Скандале В католической Церкви И там Какие-то Люди Наверху Ответственные Я вижу Что это тенденция Молодые Говорят Почему я должен Этим озабочиваться Я буду идти Своим путем И Также Эти организации Они должны Отвечать за Дела Мы не можем Скать что Мы не ответственны За что Вот Бог Есть И все Люди в организации Они должны Испытывать Эту организацию Потому что Они любят Эту организацию Одна католическая Моя знакомая В Нью-Йорке Она жила На Нижнем Иссайде Там сопротивление В войне И организовывала Она сказала Если ты католик Ты либо любишь Церковь Либо покидаешь Ее Но если ты ее Любишь И ты остаешься То У тебя Есть обязанность Стать Верной Оппозиции Нужно Оставаться В церкви Следовать Правилам Заботиться О церкви Уважать Иерархию И затем Говорить Что церковь Всегда Отходит От своих Идеалов И нужно Постоянно Ее Корректировать И Я по-моему С вами уже сказал Что Мы можем Романтизировать Своё собственное Духовное путешествие Романтизировать И думать Что я Буду своим путем Идти И это будет лучше Но в католической Традиции Есть изначальный грех И он внутри нас Я на самом деле Я отойду Я отклонюсь Я буду таким же Гиппокалицемером Слепым Как и эти лидеры Традиции А с другой стороны Церковь Храм Это организация Которая заставляет Нас быть честными И Мы можем Говорить там На воскресной Встрече Что я буду Сам по себе Лучше Но если я Общаюсь с теми людьми Которые вокруг меня Которые тоже Несовершенные Католики То мы станем лучше Нежели Если каждый Нас станет Папой В отдельности Такие вопросы Важны Если В редких случаях Эта идея Что я Сам по себе Это будет лучше Это В редких случаях Правда Но в основном Это нехорошая идея Могли бы вы Поговорить о женском Аспекте божественности В ваших традициях Когда мы начинаем Смотреть Надо по-другому Мы осознаем Что многие Атрибуты Бога Скажем В Библии На самом деле Это атрибуты Любящей матери Матери Которая заботится О своих детях Той, кто сострадательна Не просто Бог-воин Но у нее Есть Другие Аспекты Божественной личности Они также Есть Несколько лет назад Я написал книгу Называется Божественная мать Благословенная мать Индуистской богини И Тева Мария Меня интересовал Факт Многие из нас Которые не из индуизма Мы смотрим На Веданту На Мимамсу Кришну Раму Как с вами сказал Уже Есть Радха Есть Шри Есть Лакшми Махадеви И Так или иначе Все это Так В индуистской традиции Явственно И открыто Рама Кришна Его мать Все это Дает возможность И Мне Бросает Вызов Христианской церкви Если я Например Пойду В воскресной Встрече В Церковь И скажу Сейчас мы будем Богине Молиться Это никуда не приведет Но если Я скажу Женский аспект Это реальность Это не человеческое Изобретение Божественная природа Бога Как матери Она присутствует В нашей традиции Я пытаюсь Ссылаться на книгу Девы Мария Как католик Что это Некое Неявственное Присутствие Даже в католической Традиции Например Если вы здесь Пройдетесь Вы увидите Образы Иисуса И очень большие Статуи Девы Марии Люди Приветствуют Иисуса И изливают Свои сердца Марии Язык Библии Кажется Ну часто Делает невозможным Молиться Богу Как матери Или женскому началу Но тем не менее Это Для римских католиков Мать Иисуса Становится Очень важной фигурой Чтобы быть католиком Предность Марии Это Очень большая часть веры Я думаю Это показывает Что даже традиция Где Неоднозначно Говорится О полах Мужчина Или женщина Бог То есть Если Мария В нашей католической Традиции Не Бог Тем не менее Мы не можем Представить себе Церковь Без роли Марии И это Открывает двери То есть Все это Сердце христианства По крайней мере Это остается проблемой Но по крайней мере Возможность такая есть В наших писаниях Есть стих Радха Кришна Праная Викритир Он означает Что абсолютная истина Или Бог Он один Один Бог Проявляется в разных религиях Разных формах Но источник Всего один И этот один Вечно Является двумя Как Одновременно Мужчина и женщина Мужчина и женщина Вот это Есть аспекты Мужской и женский Одного Бога Являются Равно В равном В равной мере Одним Богом В нашей традиции Это Радха Кришна Или Ситарама Лакшмина Райна Мужской аспект Господа Это Вишая А женские Ашрай Это означает Кришна И является Верховным Всепривлекающим Объектом Любви Радха Это Высший Обитель Любви Она Является Конечным Источником И вместились Им В всей Любви И поэтому Женский Аспект Бога Это Источник Нашей традиции Источник Милости И только Через эту Милость Мы можем Быть прощены Мы И мы можем Обрести Полномочия Чтобы действительно Любить Бога Мне это Показалось Очень интересным Когда я отправился Во Вриндаун По крайней мере 75% Времени Люди Приветствовали Друг друга Именем Радхи И Я неудумевал Почему это так Потому что В этой культуре В этой теологии Обращение к женскому Аспекту Бога Это Действительно Путь Обретения Милости И эта Милость Проливается На нас Очищает Нас И По-настоящему Полномачивает Нас Дает нам Способность Любить Так что Женский Аспект Божественности Это Очень Сложный И Выдающийся Аспект Бхакти Неотделимый От Мужского Аспекта Божественности Вы Оба говорили О том Что Вы Были Призваны На этот Путь Любви К Богу Для многих Из Нас У которых Не было Такого Момента Истины До какой Степени Для нас Важна Роль Духовного Учителя Гуру Для тех У кого Не было Призыва Призвания Для Для нас Насколько Важен Гуру И как Вы Оба Пытаетесь Воплощать Это Потому Что Вы Гуру И Вы Священник У вас Есть Приход Как Вы Воплощаете В себе Эту Роль Гуру Насколько Это Важно И как Вы Это Воплощаете Так Или Иначе Я Лишь Отучился Всего Один Семестр В Колледже Здесь Я Говорил В Колумбийском Университете После После Этого Одного Семестра Я Отправился В путешествии И уже Не вернулся Домой Но Для тех Из вас Кто Изучал Будь это Музыка Или Академические Предметы Важно Иметь Учителей Как Например Если Человек Говорит Вам Что Вам Нужна Операция На сердце Я Ее Сделаю Возможно Вы Захотите Понять А Этот Человек Может Он Не только Книги Прочитал Но Может Он Ходил В Учебные Изведения И Усвоил Традицию И Практическое Применение Этих Книг То есть Даже В Обычных Академических Дисциплинах Необходимость Учителя Очень Важна И бесценна Особенно В темах Которые Превосходят Наш Разум И Способности И Духовные Темы Духовная тема Это Самая Глубокая Это Самая Тонкая Это Высочайшая Из всех Дисциплин И Поэтому В Повсеместно В Традиционных Духовных Школах Мы Видим Необходимость Учителей Гуру Которые Не только Могут Объяснить Суть Учения Поскольку Иногда Окажется Столько Много Противоречий И Также Как Мне Применить Это В своей Жизни Мы Можем Допустить Много Ошибок Но Гуру Это Тот Кто Воплощает Учение Проясняет Истинную Суть Учения И Своим Примером И словами Учит Нас Тому Как На практике Применять Это Учение В нашей Жизни Так Чтобы Чтобы Мы Духовно Росли Чтобы Мы Действительно Продвигались К истинной Цели В Бхагаватам Есть Прекрасный Стих Что значит Высшая Дхарма Высшая Религия Высшая Обязанность Это Разбудить В наших Сердцах Любовь К Богу И служить Богу С этой Любовью И с этой Любовью Чтобы Эта Любовь Удовлетворилась Сердце Она должна Быть Бескорыстна Лишенная Какой-либо Заносчивости Или Жадности И Она должна Быть Непрерывной Никакими Обстоятельствами Или Тяжелыми Ситуациями В нашей Жизни И Учителя Или Гуру Это тот, кто Помогает Нам Оставаться Сосредоточенными На этой Цели И Продвигаться К ней И Есть Разные Виды Гуру Есть Шикша Гуру То есть Любой, кто Действительно Вдохновляет Нас Своим Примером И словами Есть Дикша Гуру Это тот, кто Дает Формальное Посвящение И они Все Действуют Сообща Для этой Божественной Цели Я представляю Если бы вы Посещали колледж Целый год Не знаю, что бы со мной было Думаю, у нас есть еще время на один вопрос Простите, что не успели задать все вопросы Возможно, вы можете поговорить уже с глазу на глаз С нашими выступающими Я хотел бы, чтобы Радан с вами и Отец Куни завершили несколькими словами И вопрос Кто я? Гита начинается именно с этой темы С вопроса Кто я? Сознающая сила Живая сила, которая внутри нас Она видит через глаза Слышит через уши Ощущает вкус Через язык Думает через мозг Любит через сердце Эта живая сила Проходит через множество Переходных этапов Какое-то время назад Мы были младенцами Затем маленькими детьми Затем подростками Затем мы достигли среднего возраста Сейчас нам обоим по 61 И в конце концов Тело умирает Кто же наблюдает все эти изменения Если вы покажете мне Вашу фотографию Я, возможно, вас не узнаю Но это же я Я был в том теле Тело сравнивается С средством передвижения Или как Одежда Ум, разум и эго Это как тонкая одежда Как у нас есть Бальто, например Брюки И также есть нижнее белье Мы же личность Которая под одеждой Тело меняется Ум постоянно меняется Но кто это все наблюдает? Это атма Живая сила Душа И гита объясняет Природа этой атмы В том, что она не рождается Не умирает Она вечно Кришна говорит, что Каждое живое существо В этой атме Есть неотъемлемая часть Бога Как солнце 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 Источает Бесконечные Лучи солнца И каждый этот луч Качественно Отождественен солнцу Но количественно Это просто Маленькая крошечная часть Солнца И в традиции Это природа души Это природа души Мы части Бога Мы вечные Мы Этот свет И в нас Заключен этот Огромный потенциал Это внутренняя Наша любовь к Богу Любовь Ко всем существам Когда мы видим Что Там, где есть Жизнь Это священная часть Бога Мы можем изменить Нашу религию Изменить Нашу национальность В наше время Можно даже Пол поменять Мы можем изменить Все это И наш ум Постоянно меняется Я думаю Что у нас есть Этот опыт Но кто я? Я Божественная искра Бога Господь Чайтания Открыл Потрясающую Науку Божественных учений Санатани Гасвами И он начинает Ее С очень простых Утверждений Наше Вечное Я То, что Неотделимо Как Дхарма Это Неотделимое Качество Дхарма Неотделимое Качество Перца чили Быть Острым Неотделимое Качество Сахара Быть сладким Неотделимое Качество Нашего Я Это Любить Бога Это Быть Инструментом Сострадания В том, что Мы делаем Это Наша Природа И К сожалению Все Конфликты Мира Они Возникают Из-за Этой Аханкары Этого Эго Неверного Отождествления Нас Если я думаю Что я Индус Или я Иудей Или христианин Или Мусульманин Мы Мы делим людей Я американец Немец Я пакистанец Я индиец Палестинец Израильтянин Я мужчина Или женщина Молод Или стар Это Все Есть Это Нужно Уважать Но За Пределами Этого Мы Все Соединены Если Мы Поймем Духовную Суть Того Кто Я На самом Деле Я Вечный Любящий Слуга Господа Я Запределен Рождению И смерти Спасибо Вам Обоим За вашу Искренность За Ваши За что Поделились Я Хотел Бы Закончить Предложив Нашим Выступающим Дать Какие-то Наседания Тем духовным Искателям Какими Являются Многие Из тех Кто Присутствует Здесь Но Порой Мы Не Встречаемся С Богом Мы Остаемся Очень Далеко От Него И Как Повыдыри Ваши Ваших Традициях Что Вы Можете Какие Наставления Вы Можете Дать Нам Чтобы Вдохновить Нас В наших Духовных Путешествиях Две Вещи Я думаю У вас много вопросов в головах Многие вопросы остались неотвеченными Если вы хотите мне написать по электронной почте Я буду счастлив ответить У Гадатха Раз с вами есть мой электронный адрес Он совершенно секретен Но он даст его только вам Да, если у вас был какой-то вопрос неотвеченный То, пожалуйста, не стесняйтесь Можете Попросить мой электронный адрес Во-вторых Небольшая парабола И я остановлюсь на этом В 30-е годы Один человек Приехал сюда учиться В Колумбию В Францию Английские родители Он такой Вроде бы христианин Но он толком Ни к чему не предан И он приезжает сюда Изучать литературу В 30-е годы Он Ну и Живет, в общем-то Светской жизнью Но он несчастлив при этом Этим всем Приезжает Индуистский с вами Брахмачари Проезжает через Колумбию Он приехал на конференцию В Штаты И Он приезжает И этот парень Подбегает К нему Что мне делать Должен ли я стать Вашим учеником И Брахмачари Говорит ему Что ты должен делать Изучать свою собственную традицию Читай Учителей своей Христианской традиции И этот юноша Он был в шоке Что он должен идти И читать христианских классиков Он идет Небольшой Католический приход Который здесь рядом Это католический приход В Колумбию Он идет туда И начинает ходить регулярно И он начинает Интенсивно Вовлекаться в это И он очарован этим И он решает Стать католиком И однажды Он оказался На Нижнем Манхэттене На 15-й улице В Челси Он Заходит туда В католическую церковь Он Открывает дверь И он Входит И священник Держит святое причастие И неожиданно Он осознает Что Бог призывает Меня стать священником И этот человек Является автором Книги Семьярусная гора Томас Мертон То есть брат Луис Из аббатства В Кентаке И это глубокая история Потому что Этот непредсказуемый Юноша Он Бесцельно Шлялся По колумбийскому Кэмпусу Он встретился С индийским монахом Который изменил его жизнь И он заходит В местную церковь Потом в другую церковь И он становится Одним из Величайших Христианских Католических Священников 20-го столетия И он обнаруживает Что Бог уже проявлялся В его жизни Хотя оказалось Что ничего не происходит Но Бог уже говорил с ним Он чувствует Неожиданный призыв К этой радикальной жизни Жизни в монастыре И он участвовал В движении За гражданские права В антивоенном движении И почему я вам это все рассказываю Потому что вы здесь Вы в Колумбии И нужно иметь веру Что Как это с Томасом Мертоном Случилось Это происходит с вами История Божья Уже написана Это деяние Бога Уже происходит В вашей жизни Будьте внимательны Не переживайте Что иногда Вы ничего не слышите Потому что придет день Дверь откроется И вам будет дан Дан совет И вы обретете призвание Как Мертон Обрел свое призвание И вы тоже найдете его В этом смысле Нужно надеяться Что Каким бы ни были ваши вопросы Вы не проводите В свое время зря Вы найдете свой путь Даже здесь Прекрасно Спасибо Современный мир Действительно Находится в очень Критическом состоянии Есть Атомные бомбы Столько Ненависти И конфликтов В религиях В нациях Между расами Экология 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 эксплуатирует Всячески Что подвергает Нашу жизнь опасности Мир нуждается В серьезных изменениях Я думаю Что наш президент Обама Это была его компания Это был его девиз В последних Его выборах Это изменения Так что Действительно Есть Потребность Большая потребность В изменениях И как мы объяснили В начале Пока мы не изменим себя Мы не сможем По-настоящему Быть Частью решения Проблем в мире Если мы хотим Очистить экологию мира Мы по-настоящему Должны сосредоточиться На очищении экологии Своего сознания Жадность Истинная духовность Истинная духовность Истинная дхарма Истинная религия Это трансформация Трансформация Гордыни В смирение Жадности В щедрость Ненависти В любовь В мстительности В прощении В возбуждении В умиротворении Тьму В свет Каким бы знанием Мы не обладали В мире Деньгами Навыками Это все Потенциально Может принести нам Огромное благо Либо же Может быть Очень разрушительным Это зависит От наших мотивов От нашей мудрости И от наших Качеств Характера И как наш Дорогой отец Клуни Описывал Необходим Серьезный баланс Это величественный Зал Но что его держит Это фундамент И по мере того Как мы пытаемся Построить нашу жизнь В нашей профессии В наших отношениях Мы должны сосредотачиваться На том Чтобы у нас В нашей жизни Был крепкий фундамент И тогда мы можем Сохранять характер Целостность И духовную мудрость Даже когда возникают Соблазны Что мы можем Очень много Получить Если пойдем На компромисс Или страх Что мы потеряем Очень много Если пойдем На компромисс В своих ценностях В своих идеалах И для этого Нам необходим Сильный Крепкий Духовный фундамент И духовность Религия Это Не обязательно Необходимость Стать с вами Или священником Это Баланс Нашей жизни Фундамент Быть инструментом Сострадания Будь мы инженерами Или врачами Или учителями Или бухгалтерами Или фермерами Или Пекарями Или родителями Или свами Или священниками Если мы Исполняем Свои обязанности В духе Преданности С мудростью Тогда мы можем Действительно Принести очень серьезные изменения В мир И это Требует Очищения экологии Сердца В моей традиции Очень важная рекомендация Это повторение Имен Бога Манта Значит Это освобождение ума От экологических Загрязнений Жадностью Гневом Завистью И этот звук Это мантра Которая служит этой цели И в христианской Иудейской Исламской В других Ответвлениях Индуизма Буддизма Есть разные мантры Трансцендентные звуки И способы Которые позволяют нам Действительно Очистить Наше сердце И Соприкоснуться С этой духовной силой С этой милостью Которая дает нам Фундамент И что бы мы Не делали в нашей жизни Мы можем построить Что-то удивительное И Действительно Вызвать какие-то Серьезные изменения В мире В котором мы живем У нас всех Есть эта возможность Это очень здорово Жизнь Это настоящее Приключение Если посмотреть С этого угла зрения Это огромная возможность Сделать что-то удивительное В этом мире Потому что Милость Бога Бесконечна Она выше нас Если мы просто Настроимся на нее Я бы хотел завершить Поблагодарив Отца Клони За ваши Слова мудрости За вашу дружбу Так здорово Иметь эту возможность Делиться с вами Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому